Ну, я думаю, пару месяцев бы мне еще бы, наверное, нужно бы, да? А соперник неизвестно, неизвестно пока еще дата, есть только предварительные разговоры, то есть либо 21 октября, либо, соответственно, 4 ноября. Соперник пока еще, наверное, в раздумье, что как, все будет известно и интересно потом. Если говорить о потенциальном сопернике для Бобрышева, то речь должна идти о двух людях – Залимхане Юсупове и Бабуре Курбонове. С обоими у Сергея уже состоялось по два поединка, и общий счет в каждом из этих противостояний равный. Другими словами, Бобрышева в обозримом будущем ждут минимум две грандиозные трилогии, которые очень ждут зрители по всей России. Но вот, когда может состояться хотя бы одна из них, вопрос пока что открытый, и Сергей явно не хочет спешить с этим. Эти соперники, они как бы для меня, по крайней мере, да, ну, естественно, самые серьезные, всех серьезных, ну, всех, которые у меня были, так как мы с ними подрались, то есть на трилогию выходим. Я думаю, сам пока не буду готов в этом году их принять, но очень хочу прям их обоих принять, прям вот один за одним хочу. Если, конечно, это будет интересно организации, да, ММА-серия, и, соответственно, если это будет, наверное, ну, короче, всем будет интересно, комфортно, и тогда это можно сделать. Но я думаю, я даже обещаю, что вот эта трилогия, что с Бабуром, что с Юсупом, они будут наилучшими вообще, войдут в историю каждый этот бой. Если с Бабуром вошел, да, я просто обещаю, что сделаю хорошее шоу, конкретное шоу. Юсупов недавно снялся в Хайп Реалити, и говорят, что там такие отличные цифры по просмотрам. Вот как считаешь, тебе сейчас трилогия с ним, насколько выгодна была бы? Да знаете, что, я не думаю, честно, у меня нет, я не думаю о выгоде здесь. У меня нет выгоды. Здесь есть уже такое, больше мужское. Никакой выгоды в этом нет, абсолютно. И мне все равно, кто-то там у него, то есть его, это его болельщики. Они никогда не станут моими. Поэтому я в это, ну, мало верю, там, ну, как бы мне это даже не интересно. Хочу по-настоящему это все делать, по-настоящему, чтобы меня любили люди. Вот. Так и делаем. Мне предлагали, кстати, в Хайп Реалити. Очень много раз он мне за год, наверное, писал. Писали и даже люди, с кем я общаюсь, близкие, кто там тоже двигается. Меня прям чуть ли не умоляли. Давай, 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 да. Да. Может быть, я и поехал бы, не знаю, то есть, но есть у меня какие-то определенные стандарты, да, где вот хочется расти там, где ты вырос, да. Если бы здесь нет роста, да, если бы я не чувствовал роста здесь, может быть, да, действительно, я поменял бы уже организацию, где-нибудь там прыгал бы, искал бы, где лучше, где круче. Но это такой профиль, где его нужно поднимать. А поднимают его, естественно, кто? Это бойцы, это мы. Вот. Поэтому на этом этапе не хочу как бы останавливаться, менять какие-то организации, делать какие-то ошибки. Вот. Ну, и я сам по себе такой люблю, как сказать, что. Доверие настоящее. И если это есть, я никогда не поменяю.